Купальный сезон официально стартовал в Бобруйске 15 мая, но в силу погоды горожане стали выбираться к местам отдыха только сейчас. Даже в будний день на центральном пляже десятки отдыхающих загорают, плавают и вдохновляются пейзажем. Хорошо проводим время, теплая вода. Правда, конечно, хотелось, чтобы было меньше камней в речке. Ну так, ну, людей немного, в принципе, очень даже хорошо. Состояние пляжа хорошее. И песок, конечно, хотелось бы почище. Здесь я не купаюсь, потому что течение, мелко, вот, и холодно. Все нравится. Я уже не первый день загораю, мне все нравится. Вот очень удобно, когда есть где переодеться, потому что раньше вообще ничего не было. Вот шезлонги, ну, до них мы еще не добрались, их не такое большое количество, как на юге где-нибудь. Нам очень нравится. Здесь мелко, для детей искупаться хорошо. И песочек чисто, красиво. В Бобруйский районе, как и в прошлом году, пять официальных мест отдыха. Центральный, пляж в шестом микрорайоне, у санатория имени Ленина, озеро Сокшинник и Белый берег. В преддверии купального сезона водолазы обследовали дно акватории и обозначили буйками зоны для плавания. А коммунальники, в свою очередь, подготовили все для комфортного отдыха горожан. Производилась непосредственно окраска теневых грибков, навесов. Также у нас вот там немножко дальше имеются площадки игровые, то есть футбольное поле, также турники, ну и так далее, такие для силовых видов спорта. Сотрудники освода перешли на усиленный режим работы и уже начали проводить инструктажи по технике безопасности. А специалисты Центра гигиены и эпидемиологии отобрали пробы воды и проверили ее на качество. В черте города на водоемах купаться можно. При подготовке пляжей к купальному сезону были обследованы все четыре пляжа, проверено состояние малых архитектурных форм, состояние, в принципе, территории, туалетов, душевых. Все пляжи получили паспорта готовности, все подписаны. Естественно, в целях подготовки пляж к купальному сезону были проведены лабораторные исследования воды и почвы. Все исследованные пробы соответствовали гигиеническим информативам, поэтому, соответственно, пляжный сезон планово у нас открылся. В Бобруйске три спасательных станции, зона действия каждые 1200 метров. Радиус спасения в два раза меньше. На стихийных пляжах специалистов освода нет вовсе, поэтому отдых там крайне опасен. В 2018 году в городе утонули 9 человек. Основные причины гибели на воде – нетрезвое состояние, недосмотр детей взрослыми и рискованные игры в акваториях. Родители обязательно должны помнить, что ни в коем случае нельзя отправлять ребенка одного на водоем. Они, безусловно, должны быть рядом, либо взрослые, либо кто угодно, кто-то, кто может присмотреть за ребенком. Ни в коем случае не позволяйте ребенку баловаться на воде, не позволяйте ребенку использовать матрасы, надувные матрасы, так как течение может моментально унести ребенка, и это может также обернуться бедой. В ближайшие дни синоптики прогнозируют настоящую жару. Столбики термометров поднимутся до 32 градусов. И если для одних палящее солнце не беда, другим такая погода может не понравиться. Медики рекомендуют придерживаться несложных правил, чтобы не получить тепловой удар. Пользоваться защитным кремом с солнечными очками, головными уборами и выбирать одежду из легких тканей, пить много воды. Алкоголь категорически противопоказан. Особое внимание в жару детям и пожилым. Жара вызывает обострение хронических заболеваний, способствует повышению артериального давления. При выходе на улицу необходимо брать с собой препараты, назначенные лечащим врачом, запас воды иметь при себе. И также лучше было бы, конечно, взять с собой зонтик. Как бы стеснительно это не казалось, но зонт предотвращает, будет уберегать вас от солнечных лучей. Сегодня в расписании правоохранителей запланированы рейды, в которых особое внимание уделят алкогольным посиделкам у воды. Елена Кутузова, Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.